Это называется law attraction, да, закон притяжения. Только я сразу поправлюсь в том, что закон притяжения, само это название уже несет в себе алгоритм двойственности, как будто кто-то откуда-то что-то притягивает, как будто он с этим с чем-то разделен. Соответственно, вот это и есть уже инфовирус, инфоотрава. Человек воспроизводит собой, но не притягивает, потому что притяжение предполагало бы, что оно где-то складировано и ждет своего часа, ждет, когда кто-то его позовет или притащит сам к себе. Итак, все-таки, что же такое law attraction именно в контексте нашего проекта, в контексте пути без пути? Человек не может дать напиться из колодца, в котором пусто. То есть, если он сам не есть это, то качество, та чистота излучения, то бесполезно все, что он делает. Он может заботиться о других и давать ласку, давать тепло, давать заботу, все что угодно, да, вплоть там финансы, еще какие-то физические вещи, но при этом не получать ничего в ответ, потому что человек не замечает самого главного, подоплеки, что он дает в надежде на откат, на отдачу. А почему он хочет этой отдачи? Потому что холодно, пусто, неинтересно. Вот это отсутствие, это алгоритм отсутствия внутри себя по отношению к себе. И человек вот эту дыру никому не нужности, эту дыру, эту пустоту внутри самого себя пытается запомнить нужностью кому-то. И приводит это к печальным последствиям. Чем больше человек отдает, тем больше он иссякает, он обесточен внутри, тем больше идет разбалансировка, человек недоволен. Тот другой, которому он дает, по факту, это, естественно, отражение, но это не он сам. Отражение это, да, будет принимать, но наполненностью самого человека не случится. Я ни в коем случае не призываю к тому, что перестать заботиться о близких, никому ничего не давать, ни тепло, ни заботу, ни финансы и так далее, не помогать и не поддерживать. Нет, ключ не в этом. Ключ разобраться сначала с самим собой. Почему я это даю кому-то? Что это такое? А что, если мне некому давать? Тогда в чем назначение моей жизни? В чем назначение присутствия самого себя? Вот на это нужно обратить внимание. Как можно любить всех, не любив самого себя? А я более того скажу, любить вообще, в принципе, человек не может. Он может быть собой, он может быть любовью себя, вот этой наполненностью любви в себе собой. И это источается, и это излучается. Это как солнце, которое не светит кому-то особо. Или не светит, допустим, правым боком больше, чем левым. Или как цветок, как роза. Она не может для кого-то пахнуться, для кого-то нет. О, проходит Михаил Иванович, ну давай я ему запахну сильнее, или там Светлана Николаевна. А вот я на нее обижена, и поэтому буду пахнуть меньше. То есть это утопия. Так и человек, он не может любить, но он может пытаться оживлять с собой концепцию любви. По факту это не будет любовью, это будет игра в любовь. И, соответственно, любовью это не является. Это все как бы ментальный пинг-понг, как ментальная плацебо. Человек сначала должен обнаружить, что он есть сам для себя. Что бы он хотел сам дать себе. Что если никого нет, и он один сам на сам. Какое-то чувство на полности, как он заботится о себе. Я, мне кажется, уже приводила в одном из подкастов, но, тем не менее, я повторюсь. Такой пример, когда-то давным-давно я его слышала, о том, что, я не помню, это выдержка из какого-то или рассказа, или повести, не знаю. И там говорилось о том, что какая жадная у этого мальчика мать. Она никогда не даст сыну конфету, прежде не взяв половину себе. Прошли годы. И какой же щедрый вырос у этой матери сын. Он никогда не возьмет себе половину конфеты, прежде не отдав это матери. О чем это говорит? Это как раз и говорит об этом истинном законе law attraction. То есть, когда мать осознает, что надо наполнить самое себя, чтобы потом давать это другому. Даже мать, когда скармливает ребенка молоком, она должна позаботиться, чтобы это молоко было. Правильно? И поэтому она должна следить за своим уровнем стресса, за тем, что она кушает, за тем, что она пьет, как она спит. Она должна следить, чтобы обеспечить всем необходимо, своего малыша. Или даже взять самолет, где говорится о том, что в случае критической ситуации кому нужно первым одеть маску? Вот он истинный закон law attraction. Ты сначала должен дать себе. И когда ты наполнен, когда не находишься в позиции нищего, выпрашивающего, сидящего на паперте, а когда ты наполнен, ты целостен, ты излучаешь эту целостность и наполненность, и достаточность всего в себе собой, вот тогда ты можешь заботиться о другом. А так это идет бартер, так это идет торг, это бизнес, маркетинговые отношения. Но это не любовь, это не забота. Это хочется давать не потому, что хочется делиться, а потому что хочется хоть как-то что-то получить в ответ себе. Просто другого пути не находишь, хоть как-то быть нужным, полезным. Ты начинаешь давать, 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 и вдруг кто-то это оценит и даст в ответ. Убогая позиция, и базируется она на отсутствии себя у себя. Это предательство, изначальное предательство настоящего себя в себе и с собой. Гипотетически ты живешь на краю света один. Ты знаешь, что ты должен позаботиться о себе. В любом случае позаботиться в том плане, что что есть, что пить, где жить, во что одеваться. То есть твоя жизнь будет наполнена собой в хорошем смысле этого слова, в благом смысле этого слова, в полноценном смысле этого слова. Психологи очень часто используют вот этот лжеметод. Якобы полюбить себя, там женщинам рекомендуется быть более стервозной. Но это же глупость. То есть человек так был одним, был серым и увогим. С завтрашнего дня он стал тотальным лидером, ярким, эксцентричным, непобедимым. Но это абсолютная утопия. И более того, это в человеке создает дикий конфликт, дикое несоответствие. И, соответственно, после этого будет разочарование и депрессия. Потому что человек будет пытаться и не понимает, что то, как он будет пытаться, это априори и является преградой. Нужно просто поместить себя в ситуацию, где ты есть сам у себя. Что ты даешь сам для себя? Если нет никого, никто не придет и не сделает, что ты готов делать? И действительно не просто готов, а уже по факту делаешь для самого себя и делаешь собой. И вот это есть наполненность. И тогда ты будешь смотреть, стоит ли вот так вот лишний раз там, «А я приготовила это, а я приготовила то». Или я там «А я тебе купила, я это купила то». Я не говорю, что не готовить. Я не говорю, что не покупать. Да, делать. Но это должно быть от полноты ощущения себя, а от не отсутствия себя у себя. Не от того, что тебе сам на сам так плохо, так противно, скучно, тоскливо и пусто, что ты готов чем угодно заниматься, кому угодно звонить, любые темы обсуждать, только чтобы не оставаться сам на сам. Даже в ту игру, которую человек называет видом медитации, пробуждения, это все равно виды сна, потому что человек пытается всячески забыться, но только красиво, так, чтобы ты не выглядела бегством от себя. А вот поедем по местам силы, поедем в какие-то святые места. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Уже прямо сейчас, в этот момент. Почему? Потому что святой ты делаешь сам, когда ты наполняешь самоё себя собой, когда ты по-настоящему есть у себя, когда ты не врёшь себе, когда эта правда, она исцеляет тебя, она окрыляет тебя, она не вносит тебя в какие-то иллюзии и неведения о том, что ты в этой иллюзии. То есть фактически ты становишься наполненностью момента, не в моменте, а именно становишься самим моментом себя. Кстати, пользуясь случаем, я действительно хочу обратиться к тем, только к тем, кому это резонирует, кто находит в этом какой-то отклик узнавания в самом себе. Мы действительно приглашаем к нам в проект, к нам в практы, которые позволяют именно не играться вот в пинг-понг ментальных идей о чём-то благом, а конкретно пошагово идти к самому себе, и не просто к вымышленному какому-то Пете Васе, Свете Ире, а именно к проводниковости себя, к сути себя, по-настоящему, без всяких ментальных иллюзий, заигрывания или неведения.